Первая дилемма, с которой сталкиваются новички в мире финансов, что выбрать, трейдинг или инвестиции, что лучше, с чего в конце концов начать, разбираемся. Всем привет, на связи Глеб Задой, инвестирую более 18 лет, более 15 лет профессионально занимаюсь трейдингом, обучил более 20 тысяч трейдеров по всему миру и заработал личный капитал более миллиона долларов на трейдинге и инвестициях. Ставь лайк, подписывайся на канал, здесь все про грамотные инвестиции и прибыльный трейдинг. Очень часто понятия трейдинг и инвестиции объединяют, то есть трейдингом часто называют то, что по факту является инвестициями, а инвестициями часто называют трейдинг. Но на самом деле это немножко все-таки разные понятия, которые нужно четко разделять. При этом сразу оговорюсь, что трейдинг в моем личном понимании это часть инвестиций. Мы все так или иначе с вами занимаемся инвестициями. Например, когда покупаем квартиру или приобретаем автомобиль в личное пользование, то получается мы вкладываем деньги в объект, ожидая, что спустя какое-то время мы сможем его более-менее выгодно продать. Понятное дело, что часто покупая ту же самую квартиру, мы не думаем о том, что завтра нам придется ее продавать. Но все-таки спустя какое-то количество лет у нас в конце концов могут измениться жизненные обстоятельства, нам просто придется ее продавать. Соответственно, от того, какую квартиру мы покупаем сейчас и за сколько, кому мы ее будем продавать через энное количество лет, от этого будет зависеть наш итоговый финансовый результат. И это очень важно. Итак, мы все с вами так или иначе занимаемся инвестициями. Но внутри инвестиций есть отдельное направление, это трейдинг. То есть инвестиции это такое более широкое понятие, а трейдинг это более узкое понятие. Что мы с вами понимаем под инвестициями? Инвестиции это когда мы с вами инвестируем, вкладываем деньги в активы, ожидая прироста их стоимости. Или хотя бы стабильности их стоимости, это тоже достаточно важно. Это могут быть инвестиции в недвижимость, в акции, в валюту. Это могут быть инвестиции в бизнес. Простыми словами, это когда мы с вами взяли какую-то кучку денег, вложили ее и, соответственно, ожидаем, что эта кучка денег нам принесет еще большую кучку денег. Вложили 100 тысяч рублей, а хотим забрать помочь ее 120. Трейдинг это когда мы с вами занимаемся активными спекуляциями на финансовых рынках. То есть когда мы покупаем, продаем различные финансовые активы, стараясь заработать на колебаниях курса акций, валют, облигаций, ну и прочих всевозможных финансовых инструментов. Теперь давайте попробуем разобраться, а в чем же, собственно, разница между трейдингом и инвестициями и есть ли она. Первое это время. Если мы с вами занимаемся инвестициями, то фактически нам не требуется большое количество времени. Для инвестирования денег на долгосрок в активы, в недвижимость, в акции, в облигации может потребоваться от нескольких часов в год до нескольких часов в неделю. Ну это максимум. А трейдинг же это фактически полноценная деятельность, которой занимается человек. Фактически это, как знаете, может быть вторая работа, если, конечно, у вас есть основная первая. Поэтому на трейдинге, на активных спекуляциях мы даже при среднесрочной торговле будем тратить 1-2 часа в день. В лучшем случае 1-2 часа в неделю. То есть инвестиции требуют гораздо меньшего количества времени, чем трейдинг. Друзья, если вы хотите узнать, как работает фондовый рынок, как правильно выбирать акции и не слить на инвестициях, а заработать и создать капитал, переходите по ссылке в описании или в комментариях и забирайте мой бесплатный авторский курс «Инвестиции от А до Я». Теперь, что касается начального капитала, тоже большая разница. В целом и там, и там можем начинать с минимальных сумм. Имея в кармане 1000 рублей, мы вполне можем найти какие-нибудь инвестиционные инструменты и купить их на эту сумму. И то же самое в трейдинге. Начать мы можем с минимальных сумм. Но нужно обязательно понимать следующую очень важную вещь. Что от того, сколько мы с вами вложим, зависит то, сколько мы в итоге заработаем. Соответственно, чем больше мы с вами вкладываем, тем больше потенциально мы можем заработать. Но так как очень часто люди в трейдинг и в инвестиции приходят с маленькими суммами, то инвесторы с этими самыми маленькими суммами часто выбирают именно трейдинг. Начинают они активно спекулировать по той простой причине, что потенциально трейдинг может приносить просто большую доходность. На нем можно больше заработать за меньшее количество времени. Теперь пришло время поговорить о доходности. Согласитесь, это очень важно. Конечно, потенциально доходность в трейдинге может быть гораздо выше, чем в инвестициях. То есть мы должны понимать, что опытный трейдер, который занимается спекуляциями на финансовых рынках, может зарабатывать при активной торговле 5-10% в месяц. Соответственно, это может быть доходность от 60% до 120% годовых, что считается достаточно высокой доходностью. В инвестициях же нужно отталкиваться от того, во что мы с вами инвестируем деньги. Потому что, допустим, в текущий момент времени, когда мы пишем данное видео, если мы говорим про инвестиции, допустим, в аренду недвижимости, то можно зарабатывать 10-15% годовых. В отдельных случаях может быть 20% годовых с учетом кредитного плеча. А если мы говорим о перепродаже недвижимости, то цифры могут быть несколько большие и могут измеряться даже и сотнями процентов. Поэтому зачастую в инвестициях потенциальная доходность, она меньше, чем в трейдинге. И даже если мы говорим про инвестиции на фондовом рынке, то нужно понимать, что если мы покупаем некий портфель акций, то он вырастет, скорее всего, примерно так же, как вырастет рынок в целом. То есть на 10-15% в год, именно на столько последние 10-15 лет растут индексы своей стоимости. Соответственно, скорее всего, тот портфель, который мы соберем на финансовом рынке, именно с инвестиционными целями, он принесет те же самые 10-15%, но может быть 20-30% прибыли в год. И это будет на самом деле в инвестициях отличная доходность. Теперь важно поговорить про риски, потому что если мы говорим, что мы с вами занимаемся инвестициями и вкладываем деньги в надежные инструменты, вкладываем в недвижимость, вкладываем в облигации федерального займа, который выпускает государство, то риски здесь практически, конечно же, отсутствуют, потому что это очень надежные финансовые инструменты. Здесь мы, как минимум, сохраним свой капитал и довольно высокой вероятностью на длинной дистанции его даже приумножим. А вот в трейдинге все совсем не так. Здесь мы можем потенциально получать большую доходность, соответственно, расплачиваемся за это большими рисками. Поэтому важно понимать, что риски потери капитала в трейдинге, они значительно выше, чем риски потери денежных средств в инвестициях. Теперь по поводу обучения в трейдинге и инвестициях. И то, и другое это достаточно, на мой взгляд, глубокие, тонкие и сложные науки, которым нужно учиться. Можно, конечно, заниматься инвестициями, не имея никакого профильного образования, не проходя никакие курсы, а просто следовать своим внутренним ощущениям. Но в трейдинге могу сказать однозначно точно, что так не получится. Я, по крайней мере, еще не видел таких людей, которые пришли бы в трейдинг, начали торговать и сразу начали бы зарабатывать без какого бы то ни было обучения, без наставников, без знаний. В общем-то, я таких просто не встречал. Да и в инвестициях, надо сказать, далеко не каждый человек может похвастаться аналитическим складом ума, который был дан от природы. Не каждый человек обладает предвидением, каким-то даром отбора выгодных инструментов для инвестиций. Поэтому инвестиции, конечно же, им надо учиться. Если вы хотите получать от них максимальные результаты, понимать, во что и как вы инвестируете денежные средства. Друзья, если вы хотите узнать, как работает фондовый рынок, как правильно выбирать акции, как неслить на инвестициях, как на них заработать, как создать капитал и как его приумножить, переходите по ссылке в описании или в комментариях и изучите мой бесплатный авторский курс «Инвестиции от А до Я». А также не забудьте зайти в комментарии и написать, какой подход вам все-таки ближе. Вам ближе подход инвестирования или все-таки вы чувствуете, что вы трейдер и хотите заниматься активными спекуляциями. Будет очень интересно почитать ваши комментарии. Но у меня на этом на сегодня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Глеб Задоя. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok